Всем привет, мои хорошие! Сегодня будем готовить такой салат, который не стыдно и на стол подать. Он простой, быстрый, совсем недорогой и съедается всегда полностью. Он очень хорошо сочетается с мясными блюдами и отлично подойдет на 1 января, когда хочется уже чего-то такого легкого. Начала с луковицы, потому что лук я буду мариновать. Я нарезаю лук мелкими такими кусочками, можно нарезать кольцами, четверть кольцами, полукольцами, как вам больше понравится. Мариноваться этот лук у меня будет минут 5-10, буквально пока я буду нарезать и все готовить в салат. У меня одна большая белая репчатая луковица. Мариновать лук я буду в отдельной емкости. Теперь я готовлю маринад, у меня уксус столовый, спиртовой, 9% Беру 1 столовую ложку уксуса, соевый соус, берем абсолютно любого производителя, он практически всегда одинаковый. И тоже беру 1 столовую ложку соуса. Ну и на кончике ножа, либо щепотка, чуть больше, чуть меньше сахара. Все это хорошенечко перемешиваю, чтобы сахар немножко растворился. Ну и перекладываю теперь лук в это блюдце, пусть все это маринуется, пока я буду дальше готовить салатик. Все, кто любит свеженькие салаты, особенно они хорошо идут весной, когда хочется чего-то такого зеленого, легкого, вам этот салатик точно понравится. Все хорошенечко теперь перемешиваю, чтобы лук попал в этот маринад, весь пропитался. Лук после этого не будет уже такой жгучий, пекучий, острый, лук будет вкусным. Точно в таком же маринаде можно мариновать лук в любые салаты. Ни много ни мало беру вилок капусты на полкилограмма, разрезаю пополам и теперь начинаю мелко-мелко шинковать. Я очень люблю, когда капуста нашинкована мелко. Не люблю большие куски, шинкуйте так, как нравится вам. Можно специальными шинковками шинковать, можно ножом. Добавляю сюда перец черный молотый, соль, все специи добавляем по вкусу. Я добавила еще желтенькую приправу. Добавляйте те приправы, которые любите. У меня куркума. После того, как салат присолили, его нужно немножко обмять руками. Вся капуста обминается очень легко, когда она присолена. Если готовите это из молодой свежей капусты весной, значит совсем чуть-чуть обжимаем, иначе будет вода. Из капусты будет очень много сока. У меня капуста поздняя, она еще не зимняя, потому что зимняя она вообще пластиковая. Там как ни обжимай, она все равно будет такая грубая. Поэтому приминаю ее так слегка. Перетираю, чтобы вообще это чувствовалось, что эта капуста не была такой каша-кашей. Абсолютно никого не учу готовить, просто делюсь с вами идеями того, что готовлю я в своей семье, чем кормлю свою семью. И знаете, честно говоря, мне очень приятно, когда от вас есть обратная связь. Когда вы мне пишите в комментариях, что вы приготовили это блюдо. Вам очень понравилось. Все, капусту я перетерла. Один огурчик на 190 грамм. Срезаю все края. Огурец я нарезаю тоненькими полосочками, потому что в дальнейшем я его буду нарезать тонкой соломкой. Раньше в салат я крошила кубиком, либо прямоугольником, а теперь мне больше всего нравится соломкой. Сначала нарезаем вдоль, а теперь нарезаем поперек. И получаются такие полосочки соломка. Это все делается очень легко и просто. Любая хозяйка с любым стажем кухонного опыта сможет сделать такой салат. Если у вас есть консервированный горошек, добавьте 150 грамм горошка. Добавляю теперь огурцы к капусте. Лук замариновался. И теперь я отжимаю весь этот лишний сок, весь этот маринад. Он мне не нужен. Максимально отжимаю лук и добавляю в салат. Маринад используем либо для другого салата, либо просто выливаем. Больше он мне уже не нужен. Слегка перемешиваю. Добавляю сюда 3 столовые ложки растительного масла. Можно заправлять оливковым. Все перемешиваем. И как обычно пробуем на вкус, чтобы не было пресно и не было пересолено. Для меня соли маловато, чуть-чуть присаливаю. У меня совсем небольшой пучок укропа. Буду его шинковать очень мелко. Укроп это, пожалуй, моя любимая зелень. Мелко его нарезаю и теперь отправляю в салат. Салатик такой быстрый, простой. Вообще можно все ингредиенты всыпать в миску и всего лишь один раз перемешать. Я этому салату всегда даю постоять минимум полчаса. Тогда он промаринуется весь. Он такой вкусный, нежный, хрустящий, сочный. Я вам очень рекомендую приготовить этот салат и рецепт взять себе на заметку. Если вам понравилось мое видео, поделитесь, пожалуйста, ссылкой на видео со своими друзьями в любые соцсети. Я вам буду за это очень благодарна. А сами подписывайтесь на меня в Одноклассниках и ВКонтакте. Ссылки на свои соцсети я оставлю под видео. Нажимайте еще и там все это увидите. До встречи в комментариях и всем пока-пока!